Продолжение следует... Мы упустили какую-то возможность, какую-то покупку или встречу, или то, что представляло хороший шанс в хорошее время. У всех есть воспоминания об упущенных возможностях. Мы пропустили автобус, бизнес, возможность и так далее. Но сегодня мы здесь не для того, чтобы напоминать себе о наших неудачах, а чтобы, наконец, рассмотреть благословенный день, в который мы сможем воспользоваться хорошей, новой возможностью. Это будет ваша возможность. Я помню день, когда я воспользовался моментом, в котором Иисус хотел коснуться меня. Мне пришлось поторопиться со встречей. Это один из ключевых аспектов этого выпуска. Принимайте меры и какие-то действия, чтобы воспользоваться представившейся возможностью. Одна молодая девушка попала в город, в котором услышала на улице песню. Это наша молодежная группа устраивала выступления для проповеди Евангелия. Девушка случайно проходила мимо, но песня коснулась ее, и она присоединилась к этой группе молодых людей, когда они пошли в кафе. Там она услышала Евангелие и приняла верное решение. Она воспользовалась возможностью. Другой человек проезжал на автобусе мимо нашей церкви. Он увидел здание с крестом и надпись «Евангельская церковь». И там Бог проговорил в его сердце. «Вот куда тебе нужно идти. Здесь у меня назначена встреча с тобой». Это еще одна возможность, которой кто-то воспользовался. Один мой знакомый, который был болен, получил приглашение на вечер, где мы молились за исцеление. Он положил приглашение в карман и забыл про него. Через пару дней он надел свою куртку, засунул руку в карман и нашел открытку, про которую забыл. Он увидел ответ для своей тяжелой болезни. Он пришел на вечер. Его коснулось Евангелия. Он вышел вперед на молитву и был полностью исцелен. Какая же это необычайная возможность? Бог назначает встречу. Но только когда мы используем эту возможность. В Евангелии от Луки есть две чудесные истории. В конце 18 главы и начале 19 мы встречаем двух совершенно разных персонажей. Они жили в одном и том же городе, в Иерихоне. Кстати, это самый низкий город в мире. Одного звали Вартимей. Он был слепым, нищим и всегда сидел у ворот города, чтобы иметь наилучшие шансы на получение милостыни. Второй был мытарь по имени Закхей. Он был богат и зарабатывал хорошие деньги, сотрудничая при этом с римлянами. Но у них обоих было одно намерение. Они хотели увидеть Иисуса, когда Он проходил мимо. И они оба воспользовались необыкновенной возможностью. Библия говорит, что Иисус пришел в Иерихон. Слепой Вартимей решил воспользоваться тем, что он мог сделать. Хотя он и был инвалидом, что-то он мог сделать. Когда он узнал, что это Иисус проходит мимо, он начал громко и настойчиво кричать. «Иисус, сын Давидов, прошу и молю тебя, помилуй меня». Текст говорит, что многие заставляли его молчать. Но он еще громче кричал, «Прошу тебя, Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Тогда Иисус остановился. Он позвал его, и тот был исцелен мощным Божиим вмешательством в его жизнь. Она круто изменилась с тех пор. Он продолжил двигаться за предоставившейся возможностью. Написано, что он пошел за Иисусом по дороге. Какая же это красивая история. А вторая история находится в самом начале 19 главы. У Закхея тоже был один недостаток. Он был мал ростом и не мог увидеть Иисуса за народом, потому что людей было очень много. Но он начал действовать. Это ключевое слово моего послания. Действовать и принимать меры. Он залез на дерево, потому что хотел увидеть Иисуса любой ценой. Иисус остановился прямо под этим деревом. Потом он поднял голову и сказал ему, «Эй, Закхей, откуда ты знаешь меня? Господи!» По откровению он назвал его по имени. Сегодня надо мне быть у тебя в доме. Вот они, две истории, два разных человека со своими ограничениями. Но они использовали то, что у них в свое время было. Они воспользовались случаем и познакомились с Иисусом. Никогда не забывайте, как Иисус желает встретиться с вами. И сегодня Иисус проходит мимо вас. Хватайтесь за эту потрясающую возможность. Воспользуйтесь представившимся случаем. Настаивайте, как в Артемей. Господь, я не позволю никому остановить меня. Я хочу встретиться с тобою. Господь всегда глубоко касается и изменяет судьбу человека, который решительно хочет этого. Он производит в нас желания и действия. Какими бы ни были ваши ограничения, знаете, Иисус идет, он проходит рядом с вами. Там, где вы можете остановить его своей верой, криком души, голосом, позицией и решимостью встретить Господа любой ценой. Он позволит найти себя тем, кто хочет и ищет этого. Причем делает это всем своим сердцем. Так что соберитесь силами, наполните сердце энергией и ухватите руку Господа, который обращается к вам. Услышьте его призыв лично к вам. Он любит вас. Он желает быть у вас дома, как у Закхея, и чтобы вы следовали за ним, так же, как и в Артемей. В Артемей выбросил свои старые одежды, оставил позади свою прежнюю жизнь. Его новая жизнь началась со встречи с Иисусом. Вот о чем я хотел рассказать вам сегодня. Воспользуйтесь этой потрясающей возможностью. Перечитайте конец 18 главы Евангелия от Луки и начало 19 главы. Это те два рассказа, которые мы с вами рассматривали сегодня. Вы весьма воодушевитесь, потому что это Слово Божие для вас сегодня. Если вы уже давно искали Господа, то у вас есть эта возможность, как у низкого Закхея, или как у того человека, который не видел. Благословений вам и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok